Любой следователь скажет, чем больше объективных заключений экспертов в уголовном деле, тем увереннее можно принимать процессуальные решения. Вот почему при общем снижении уровня преступности число проводимых исследований на убыль не идет. Мало кто знает, но среди территориальных подразделений Гомельская область на протяжении вот уже нескольких лет удерживает лидерство по количеству выполняемых экспертиз. Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента Вероники Гомзюковой. За весь прошлый год судебные эксперты Гомельской области выполнили около 42 тысяч экспертиз. Из них более половины медицинские. Но регулярно здесь проводятся и химические. В этом помогает современное оборудование хроматомасспектрометр. В управлении по Гомельской области всего два таких устройства. Еще одно находится в Мозере. Эксперты из лаборатории в боевой готовности круглосуточно. Вызвать на работу их могут в любое время. В среднем анализ одного объекта занимает 40 минут. И в течение двух часов инициатор получает готовое заключение. Лаборатория нашего управления оснащена современным аналитическим оборудованием, которое позволяет в кратчайшие сроки определить весь спектр подконтрольных веществ, которые запрещены к распространению на территории Республики Беларусь. Например, милиция задержала двух человек, у которых обнаружили некое вещество. Время для изучения его состава ограничено. Судэксперт подготавливает материал, а затем хроматомасспектрометр проверяет и выдает формулу. Эксперты сверяют ее с теми, которые уже находятся в базе. Здесь работают напережения. Формулы многих веществ в системе появляются практически сразу после выхода на рынок. В следующем году в этой лаборатории начнут работу эксперты-биологи, генетики и баллисты. Здесь установят самое современное оборудование. Например, бестеневые лампы с видеокамерами, которые будут фиксировать исследования. Еще одно ключевое направление деятельности экспертов – установление подлинности винномеров автомашин. У населения эта экспертиза самая востребованная. Только за три месяца этого года проведено около 200 таких экспертиз. Кстати, именно этот вид исследований помог в ромком деле, когда трое гомельчан на протяжении почти трех лет перегоняли элитные авто из России и продавали их белорусам. Они подделывали не только паспорта транспортных средств, но и переваривали винномера. Документы внешне не отличались от оригинала. В них были воспроизведены все основные красочные изображения, в том числе волокна и защитная сетка. При осмотре эксперты установили нечеткость цветопередачи и отдельных мелких элементов. Что касается винномеров, их вырезали из одной иномарки и вваривали в легализуемый автомобиль. Сомнений не возникало ни у кого, но эксперты и следователи успешно решили и эту задачу. По расследуемым уголовным делам назначается значительное количество различных экспертиз. Выводы экспертов сопоставляются следователями с иными доказательствами. Итогом такой работы является установление фактических обстоятельств совершенного преступления, изобличения виновных и привлечения их к уголовной ответственности. Отдельным успешным нововведением стала дружественная комната опроса для детей и подростков, которые стали свидетелями преступлений либо потерпевшими. Таких комнат в структуре комитета всего две на территории нашей страны – в Центральном аппарате и в Гомеле. В областном центре она появилась в качестве эксперимента. Комната приняла первых посетителей в сентябре прошлого года. На данный момент здесь уже прошло более 30 дружественных бесед. Данная комната создана с целью опроса от детей, которые стали жертвами либо стали свидетелями невольными совершенных преступлений. Она делается для того, чтобы произвести опрос ребенка на максимально ранней стадии для минимизации негативных последствий в будущем, чтобы этот опрос, который будет проводиться специалистами-психологами, в последующем использовался правоохранительными органами для принятия определенных решений по делу. Общение здесь происходит так. Инициаторы – это следователи или милиционеры – составляют список вопросов и передают психологу. Специалист знакомится с ребенком и налаживает контакт. Затем они приходят сюда. В этой комнате ребенок может занимать любые положения. Давлению здесь нет места. Этика, безопасность и защита прав несовершеннолетнего. Ключевые принципы работы. Здесь ведется видеонаблюдение и запись общения, которая затем передается правоохранителем. Незовершеннолетний общается лишь с психологом. Инициаторы могут задавать вопросы только через него. И здесь эксперт-психолог должен найти подход к ребенку. Бывает, что дети не сразу идут на контакт, потому что есть ситуации тяжелые, действительно, где требуется время. И никогда не можешь предугадать, сколько будет длиться этот опрос. Поэтому в каждом случае все индивидуально. Каждому ребенку есть подход. И если на начальном этапе, второй, третий подход, то если ребенок категорически отказывается что-то говорить, мы не давим, но отпускаем ребенка домой. В ближайшее время в управлении комитета по Гомельской области появятся новые виды экспертиз – лингвистические и культурологические. В Мозере станут проводить товароведческие, компьютерно-технические, пожары и автотехнические экспертизы. В развитии не уступят и районные подразделения. Вероника Гомзюкова, Валерия Гопанько, Игорь Морищенко. Специально для программы «Де-факто». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова